Это было непростое время. Мы развлекались как могли. В 2020 году мы прошли тысячу онлайн-курсов и отсмотрели сотни сериалов. Кто-то снимал клипы, кто-то дрессировал кота. И все мы сидели в телефонах. В прошлом году число скачиваний мобильных игр выросло почти на 30%. Сегодня в телефон играет треть населения планеты. Змейка, Баунс, Тетрис. Многие уткнулись в телефон еще в начале нулевых. Первые игры на маленьких экранах требовали азарта и сноровки. Каждый новый телефон друзья встречали вопросом. Покажи какие там игры. С тех пор мы выросли. Но даже сейчас ни один серьезный обзор смартфона не обходится без игрового теста. Переворот в мобильном гейминге начался с появлением айфонов. А после выхода App Store разработчики приложения получили простой доступ к пользователям. Angry Birds, Doodle Jump и другие супер успешные игры того времени были придуманы небольшими командами. Популярность и прибыль от этих проектов вдохновляли других разработчиков. Так стартовала индустрия мобильных игр. Гейминг и киберспорт все еще не ассоциируются с чем-то масштабным. Большие экраны, сложные сюжеты, дорогое оборудование, мировые турниры. Уже сейчас это огромная и развитая индустрия. А теперь представьте, половину геймерского рынка уже заняли мобильные игры. Те самые, в которые принято играть в метро, которые нам рекламируют YouTube, которыми пестрят App Store и Google Play. Вот так выглядит мировой турнир по мобильному геймингу PUBG Mobile Club. Это финал турнира Arena of Vailor. Турнир по Clash of Clans. Но даже праздно спасая рыбку от лавы, вы двигаете огромную индустрию вперед. По оценкам аналитиков, в 2020 году мировой рынок игр вырос почти на 20% и стоит 175 миллиардов долларов. Почти 50% дохода приходится на мобильные игры. Около 30% занимают консоли. Остальные 20% приносят игры на ПК. Игровая индустрия успешно росла и до пандемии. Но в прошлом году мобильные игры оказались чуть ли не самым доступным развлечением. Можно предположить, что главная аудитория мобильных игр – дети. Но нет. Две трети людей, у которых есть смартфон, скачивают себе игры. Это люди всех возрастов. Соотношение мужчин и женщин примерно 50 на 50. Вопрос. Во что мы играем и как мы к этому относимся? Пока игра не превратилась в зависимость, все не так плохо. Если не ловить покемонов в храме и не играть за рулем – это вполне безопасный досуг. Рынок мобильных игр дает огромный выбор. От очень простых, гиперказуальных, до сложных, почти консольных, блокбастеров. У широкого выбора есть и обратный эффект. Достаточно полистать магазины приложений, чтобы потеряться в потоке однообразных и некачественных игр. Попробуйте посчитать, сколько нелепых клонов Minecraft найдется в App Store. На быстрорастущем рынке качество определяет жизнеспособность игры. Неважно, простая она или сложная. В сегменте мобильных игр уже можно отследить топовые компании, которые обещают стать гигантами уровня Activision Blizzard. И одна из таких – Scopely. Калифорнийская компания Scopely выпускает мобильные игры-хиты, которые приносят компании сотни миллионов долларов. Консольные и мобильные игры часто разделяют по уровню вовлеченности игрока и продолжительности игры. Если в консоль можно играть часами, погружаясь в сложный сюжет, то мобильная игра – это развлечение на 15 минут. Однако в последнее время грани между игровыми платформами стираются. Scopely фокусируется на интерактивных развлечениях. При желании пользователи могут глубоко погружаться в мобильную игру и взаимодействовать с другими игроками. Компания позиционирует свои игры как форму социального взаимодействия. Такой вид развлечений более ценен для человека, чем игры без интерактива. Многие пользователи играют в приложении Scopely годами, наращивая связи внутри игры. Сегодня Scopely определяет направление интерактивных развлечений в мобильном гейминге. Компания работает на несколько жанров – от головоломок до стратегических игр. Scopely не боится переносить большие жанры на мобильные устройства. Компания выпустила хиты по мотивам «Ходячих мертвецов», «Стартрека» и вселенной Марвел. Из недавних релизов – «Кабояси Мару» для фанатов «Стартрек». Это игра издевательства, в которой почти невозможно выиграть. Первые трое победителей получат пожизненную подписку на стриминговый сервис CBS All Access. В разгар пандемии компания выпустила мобильную версию игры в «Слова» – «Скрабл Гоу». Через два месяца после запуска в «Скрабл Гоу» играли 2,5 миллиона человек ежедневно, проводя в игре по 100 минут в день. Scopely существует с 2011 года. За это время компания стала одной из крупнейших в индустрии. Чтобы выйти в лидеры рынка, Scopely поглощает другие талантливые студии. Foxnex Games, Digit Game Studios и PeaPlay. Scopely уже вошла в топ самых инновационных компаний мира и попала в рейтинг Deloitte как одна из самых быстрорастущих компаний в Северной Америке. Последние 7 лет Scopely растет в среднем на 70% в год. Доходы компании превышают миллиард долларов. Любая игра дает нам возможность отдохнуть и прожить эмоции, которые мы не переживаем в обычной жизни. Играть в реальности лучше, чем играть в телефоне. Играть в телефоне лучше, чем скролить в соцсети. Инвестировать в компании, которые дизраптят рынок мобильных игр, лучше, чем не инвестировать. Вложиться в Scopely можно по ссылке в описании к этому видео. Если вы видели еще не все видео о дизрапторах, Airbnb, Flexport, Impossible Food и другие компании, то переходите в этот плейлист и там вы найдете много интересного.